А вот эта тема тянет на большой скандал. Красноярские борцы с коррупцией из общественного комитета Кобра заявили, горожане сильно переплачивают за отопление. По оценкам общественников, примерно на 2 миллиарда рублей ежегодно. И уже несколько лет. Происходит это якобы за счет нормативов на тепло и горячую воду. Все свои соображения борцы с коррупцией направили в письме президенту. Лично я плачу за отопление примерно 1800 рублей в месяц, проживая в двушке. Мне кажется, что это много. Но плачу молча, как и большинство из красноярцев. Ну а что нам еще остается делать? Только верить, что специалисты теплоэнергетики и власти все нормативы по-честному рассчитали, а надзорные органы потом все цифры перепроверили. Но общественники из антикоррупционного комитета Кобра уверены, что нас всех, красноярцев, нагрели, по-простому говоря. И мы платим по завышенным нормативам примерно лет так 10. Речь утверждает руководитель комитета Кобра, что это миллиардных рублей, чьих-то прибыли, полученных за наш с вами счет. Сумма достаточно значительная. По нашим оценкам специалистов ежегодно на вот этой разнице между обоснованными и необоснованными нормативами, 3К13 получала, я бы сказал так, незаработанное средство в объеме порядка 2 миллиардов только по красноярску в год. С 2005 года, как действовали эти нормативы, то есть компания необоснованная имела доходы. Это уже как бы вопрос к правоохранительным органам. А куда эти деньги девались тогда? На какие цели они шли? Кстати, заявление про необоснованность нормативов на тепло – это уже официальный всеми признанный факт. Помните, в апреле мы рассказывали о том, что плата за отопление у большинства красноярцев должна снизиться, причем у кого-то на третий более. Так вот, случилось это не по доброй воле теплоэнергетиков, а после вмешательства краевой прокуратуры. Оказалось, при расчетах раньше неверно определялась продолжительность отопительного сезона, температура наружного воздуха, а еще нормативы не были дифференцированы, в зависимости, например, от высотности дома. Прежние расчеты еще в 2005 году утвердил Горсовет. И лишь в прошлом году одно из красноярских ТСЖ обратилось в суд с требованием признать нормативы на тепло в Красноярске не соответствующими Жилищному кодексу России. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа эти требования удовлетворил еще в сентябре прошлого года. Но, как утверждают общественники теплоэнергетики, несмотря на постановление суда, продолжали брать деньги по-старому. Вот как комментирует обвинение организации КОБРА в самом ТГК-13. Что касается решения арбитражного суда, там все получилось вообще интересно. Буквально через три дня после него краевые власти выпустили постановление утвердить до 2014 года действующий норматив. И, по сути, дали возможность теплоэнергетикам считать по тем же самым нормативам на законных основаниях. Это странное совпадение в самом правительстве называют просто совпадением. Попробуем поверить на слово. Лучше посмотрим на сам норматив. Конечно, цифры потребления тепла на один квадратный метр не специалисту мало о чем скажет. Достаточно знать, чем она больше, тем больше мы платим за отопление. Я не поленилась сравнить с соседями. Так вот, по данным местных интернет-порталов, новосибирцы и раньше платили, и сейчас платят меньше нас. Так же много, как мы, в Новосибирске платят только жители частного сектора и малоэтажек старше 15 лет. Смотрим Иркутск. Там тоже не дешево, но жители домов после 99-го года постройки платят едва не наполовину меньше, чем мы. Автор сюжета Влада Копыловская задает вполне уместные вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. На чем основывался Горсовет, принимая в 2005 году такие дорогие нормативы? Есть ли на самом деле миллиарды сверхприбыли? И тогда куда уходили деньги? Ведь теплоэнергетики вечно жалуются на меткость теплосетей. Почему все это всплыло только сейчас? И могут ли потребители вернуть себе деньги, которые, как утверждают в Кобре, переплачивали годами? Общественники уверены, что шансы есть. Для того, говорят, и писали письмо Путину.